Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске я хочу вам рассказать об удивительном проекте легендарного тюнинг-ателье AMG. Пусть это не самый мощный и быстрый автомобиль, который создали немецкие тюнеры, но все же пара особенностей выделяют его на фоне других произведений этого легендарного производителя. Речь идет о прекрасном Mercedes SL 73 AMG. История этого замечательного проекта берет свое начало в 1995 году. В те времена AMG была еще самостоятельным производителем и не принадлежала Mercedes. И это было золотое время для ателье. Ведь именно в 90-х в кооперации с Mercedes были созданы проекты, благодаря которым был сформирован имидж производителя, способного создавать поистине уникальные автомобили. И SL 73 входил в их число. Проект основан на крайне редком двухдверном родстере Mercedes SL в кузове R129. Да, именно такой себе купила в свое время принцесса Диана. Что говорит о том, что внешне этот автомобиль для того времени был просто неподражаем. Но в ателье решили превратить элегантный родстер в брутальный суперкар, который мог бы составить конкуренцию лучшим суперкарам того времени. Для решения подобной задачи требовался очень мощный и в то же время надежный силовой агрегат. Ведь надежность для AMG была не менее важной, чем производительность. И у Mercedes был мотор, который мог частично удовлетворить потребности инженеров AMG. Это был 12-цилиндровый 6-литровый мотор M120, который в заводском исполнении выдавал 408 сил и 560 ньютонометров крутящего момента. А его масса составляла 300 килограмм. Само собой, таких показателей для парней из AMG было недостаточно. Первое, что они сделали, это доработали блок цилиндров и установили новые шатуны и поршни из титана. Ко всему прочему, были еще расточены и цилиндры. В результате заводской объем в 6 литров был увеличен до внушительных 7,3 литра. В связи с чем было разработано специальное программное обеспечение, установлен с нуля разработанный коленчатый вал, а также более высокопроизводительная выпускная система, которая давала возможность дышать огромному мотору. В результате таких доработок удалось достигнуть огромного прироста в мощности. Модифицированный V12 выдавал 524 силы после 5500 оборотов в минуту и внушительные 750 ньютонометров после 4000 оборотов в минуту. SL73 оснащался двигателем с самым большим рабочим объемом, который когда-либо был создан в AMG, что делало его уникальным. К тому же он обладал ураганной динамикой для того времени. Разгон от 0 до 100 заднеприводной двухдверки давался за 4,8 секунды, а максимальная скорость была ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час, в то время как спидометр был размечен до отметки в 300 километров в час. Такие показатели мощности и момента позволяли SL73 конкурировать с Феррари и Ламборгини. Да, он вряд ли бы обошел их на круге, но не стоит забывать, что автомобили серии SL – это не спорткары, а роскошные яхты, которые создавались на каждый день. Но AMG, тем не менее, удалось из них выжать максимум. Сегодня SL73 AMG довольно редкий автомобиль. Встретить такую двухдверку на улицах города – настоящая удача. И связано это с очень маленьким тиражом. Всего было выпущено 85 таких автомобилей, что делает данный проект одними из самых редких AMG, которые когда-либо были созданы. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok